Друзья, всем привет! Многие подписаны на канал, потому что им интересна автотема. И на сегодняшний день YouTube открываешь, а там повсюду кто? Китайцы, китайцы, китайцы. Китайцы дешевые, китайцы средние, китайцы дорогие, китайцы новые, китайцы которых нету в нашей стране, но их привезли. В общем, Китай, Китай, Китай. Но у меня для вас сегодня есть просто потрясающий, настоящий, семейный и не только автомобиль под названием BMW X7 40i. Бензиновая версия максимальной комплектации для этого автомобиля. И прямо сейчас мы поговорим о нем. Я вам кратенько представлю эту тачку. А далее мы познакомимся с владельцем, который вас всех ну точно удивит. Я расскажу вам про цены автомобиля, про цены на госномер, почем вообще такие номера сегодня есть в продаже. Да-да, друзья, все есть в открытом доступе, официально, официально продают номера. Короче, ролик будет интересный, ведь это баварец, это вам не китаец. Приятного просмотра мы начинаем прямо сейчас. Давайте сразу к цифрам. Это BMW 2022 года выпуска «Октябрь». Автомобиль предназначался для американского рынка и там он откатал 4200 километров. После чего его покупают. Полностью провели проверку автомобиля. Это не утопленник, это не перевертыш, никаких ДТП с ним не было. Это абсолютно новый автомобиль, который весь в пленочке еще с Америки. Под ключ человеку он обходится по цене 180 тысяч долларов. Вот такую цену он отдает за автомобиль, находясь уже в Москве. Куплен он три месяца назад. На сегодня у автомобиля пробег 10 тысяч километров. То есть обкаточку прошел. Обратите внимание, зимние колеса 22-е. Летние, здесь идут 23-е. Они лежат дома, ждут своего череда. Шины «Мишлен». Время-то какое. Почем интересно шины? Вот он нашел их примерно за 132 тысячи рублей с Иркутска. Хотя я искал здесь по Москве 180-190. Плюс-минус вот такие цифры были. Каска на автомобиль. Как вы думаете, почем каска на эту машину сегодня? 320 тысяч рублей. Госномер 001. Красивые цифры, не более. Никаких привилегий они не дают. Просто есть люди, которые любят номера. Они им нравятся. Вот если мы сегодня откроем сайты. Вот такие номера торгуются по цене примерно 500 тысяч-полтора, а то и 2 миллиона рублей. Бывает даже выше. Я вам серьезно говорю, это живые продажи. По таким ценам люди вам перевесят, переоформят. Пожалуйста, езди и катайся. Знаю, многие из вас скажут, что это игрушки, ничего, это не надо. Пожалуйста, не покупайте. Но вот кому нравится, пользуется. Автомобиль у нас идет в М-пакете. Шильдиков М, например, здесь нету. Но это как отдельная опция. Можно от нее отказаться. Пожалуйста. Лазерная оптика. Вообще в целом морда и внешний вид автомобиля. Когда он только появился, первые комментарии, которые про него везде встречались, что это урод. Это страшная машина. Зачем они так сделали? Да это, внимание, да это китайщина какая-то. На сегодняшний день, когда ты стоишь возле него, ты понимаешь, что ух ты, они плохо в целом выглядят. По камере возможно что-то не то. Но в целом, вот так вот вживую, ты ощущаешь, что это действительно новая версия. Сейчас на некоторые машины предыдущего поколения, когда ты смотришь, они уже действительно выглядят, ну скажем так, старовато. Поэтому нравится, не нравится, 180 тысяч долларов. Вот если кто-то из вас, реальных владельцев, отказался от покупки автомобиля из-за внешнего вида, напишите, пожалуйста, в комментарии. Что мы имеем? Высокий клиренс, доводчики, дверей. Понятное дело, система полного привода, мотор 3 литра, бензин выдает здесь 386 лошадиных сил. Транспортный налог владельца даже не парит. Он не помнит какие цифры примерно, там то ли 60, то ли 70 тысяч рублей. В нашей стране бензин тоже пользуется популярностью, потому что люди, кто покупает подобные автомобили, есть приверженцы именно с желанием купить бензин. Дизелям нахрен не нужен. Но дизель очень сильно любят на вторичке. Дизель любят в комментарии. Почему? Трехлитровый дизель раньше был 249 сил, до налоговый. Низкий расход топлива, ну и, конечно же, надежный. Один из самых надежных моторов у BMW. Когда они продавались официально, вообще в целом BMW, вот этой машины на нашем рынке официально никогда не было. Так она не доехала. Были люди, которые приходили ко мне и говорили, я хочу строго бензин, дизель, мне не надо. Мотор здесь доработан следующим образом. Они поиграли с этим стартером и с технологией старт-стоп. Вот когда ты останавливаешься, раньше на некоторых машинах постоянно мотор проглохнет, и когда он запускается, вот этот звук прокрутки стартера слышен. Здесь же такого нет. То есть вообще он не срабатывает, работает отдельно там, как генератор, я вам в общих словах. То есть комфортнее, тише. Даже сейчас, когда мы стоим возле автомобиля, он сейчас заведен. Машина большая, семейная, она имеет третий ряд сидений. Вот здесь тоже интересно сделано. Вот обратите внимание, вот все познается в деталях, как вот, например, немцы их обыграли. Вот эта часть изначально, я всегда думал, что это хром. На самом деле они его спрятали под стекло. И таким образом, вот, например, та же самая проблема, бывает хром там облазит, еще что-то, цветет от послемоек. Здесь такого не будет, он у тебя всегда будет блестеть. И в целом, вот эту машину всегда очень сильно люди хвалят, потому что она идеально сбалансирована. И как семейный автомобиль есть версии, например, BMW 4060i, короче, V8, который там дает возможность на этой машине просто носиться, летать. Не совсем понимаю, кто их выбирает, потому что, ну, машина все равно там длинноватая. Но, тем не менее, есть люди, которые любят даже хотя бы по прямой просто ускориться. Но на этой машине основная задача – это всей семьей кайфовать, передвигаться. Ну, давайте я вам просто продемонстрирую некоторые фишки, о чем подумали инженеры BMW. Баварцы, друзья, это вам не китайцы. Вот знаете, на самом деле, как мне приятно вообще сегодня снимать эту машину. Она очень дорогая, 180 тысяч долларов машина, каска, шины. Вот та же самая пленка, если бы она пришла бы не в пленке, подчеркиваю, это, ну, можно считать, БУ. Там, годовалая машина с пробегом 4 тысячи. То есть, с одной стороны, вроде как Нульцева, но, тем не менее, все равно ты не первый владелец. Но, тем не менее, ты посмотри. Те, кто любит бэхи, ну, вообще просто красотища. Управление третьим рядом сидений, оно здесь есть. Оно есть на двери водителя. То есть, ты, например, когда сидишь за рулем, да ты купил себе дорогую машину, ты не должен выбегать из нее, например, дети садятся там, что-то двигать, идти сюда, нажимать на кнопочки. Ты можешь, сидя за рулем, управлять всем. То есть, в этом плане, конечно же, очень круто. Вот, видите, как я даже уже и забыл. А, вот так вот. Или вот так вот. Вот так вот. Короче, просто смотришь на все это дело, думаешь, вот. А? Ну, вы чувствуете или вы не чувствуете? Пойдемте присядем. Складывается впечатление, словно мы оказались в осеннем лесу. Но нет, перехожу к делу. Друзья, в описании к видеоролику вас будет ждать толщиномер от компании Корсис, который необходим каждому человеку, кто хочет купить себе как новый автомобиль, так и автомобиль с пробегом. Даже с завода бывают двойные окрасы, косяки, брак. А что говорить про автомобили, которые возятся в нашу страну через 3-4 страны? Я вам рассказывал в одном из выпусков, что сами дилеры отмечают, что когда приходит автомобиль, есть косяки, что-то где-то делают. А вы же хотите абсолютно новый автомобиль. И вот именно этот прибор вам поможет выявить недочеты с лакокрасочным покрытием, которые сэкономят ваши денежки. Прибор стоит не так дорого. По ссылке в описании вы можете видеть точную цену. А вот если вы нашли крашеную крышку, багажника, дверь, это уже как минимум в перспективе может сэкономить гораздо больше для вас. Толщиномер Корсис – это отличный способ проверить автомобиль самостоятельно. Вам не нужно прибегать к помощи автоподборщиков, заказывать разовую диагностику, чтобы человек приехал и за вас потыкал и проверил состояние лакокрасочного покрытия. Прибор работает из коробки. Разобраться в нем сможет абсолютно каждый. На все про все у вас идет 5 минут, и вы уже понимаете, как им пользоваться. Само собой работает по черным и цветным металлам. Распознает специальную магнитную шпаклевку, а также имеет индикатор цинка. Если на автомобиль поставили неоригинальную деталь, вы об этом узнаете. Диапазон измерений до 3,5 тысяч микрон. Скорость измерения всего 0,4 секунды в турборежиме. Имеется функция автокалибровки. Ну и, конечно же, пожизненная гарантия и поддержка на русском языке. Ведь этот прибор изобретен нашими ребятами, которые проживают в Омске. Что самое интересное, это цена. С 24 по 28 ноября на маркетплейсах вы можете купить толщиномер от компании Корсис со скидкой в 50% в силу черной пятницы. Так что успейте заказать по ссылочке в описании толщиномер, неубиваемый, с пожизненной гарантией. Ведь на всех Корсисов может не хватить. Пользуйтесь на здоровье. Дверь тяжелая, подножка. Ты приходишь такой, ай-яй-яй-яй-яй. Утро, добрая страна. Садишься. Для меня высоковато, чуть пониже опуститься. И вот оно все. Вот этот руль М-очный, это вот от комплектации М. Ну, мне он по дизайну очень нравится. И то есть все здесь сделано на своих местах, но как не придраться к чему-то. Ну, первое. Когда я увидел этот селектор, переключение передач, раньше была ручка. Потом они сделали такую с кристалликом. Сейчас вот тоже кристаллик, но вот такая пимпочка. Вот для меня это, ну, дичь полная. Потому что, например, лично для меня одной из изюминок BMW, это был всегда их селектор. Вот этот берешь его, он такой приятный, как джойстик от вертолета. То есть в нем была какая-то своя изюминка. Они его убрали. Для чего? Ну, больше пространства. Ты сидишь, ты можешь общаться. Это удобно. Это во всех автомобилях они сделали. Но по мне, вот была бы возможность, я бы вообще выбрал бы, конечно, селектор. Это первое. Второе. Вот эта вот история направления воздуха, куда чему дуть, вот оно прямо сделано так, что как будто это колхоз свой, своя доработка. Ну, реально, оно вообще не в тему. Вот лично мне кажется, что это немножко расстраивает. Это второе. Третье. Вот эта тема, вот она реально как-то китайцев. Вот кто у кого что украл? Китайцы у BMW или BMW у китайцев? Вот, такие темы были в некоторых машинах. Там люди говорят, зачем это сделано, надо это отключать, убирать, ну и так далее. Те же самые дисплеи. По факту ты садишься, они информативные. Они, в принципе, все прочитываются. Ну, надо под себя только настроить, потому что в силу того, что он не закругленный, не утопленный, а прямоугольный. Вот я, например, сидя, хорошо вижу дорогу, хорошо вижу зеркала, но вот верхние части я их не прочитываю. Спешу на то, что надо полностью настроить под себя сиденье. То есть какие-то такие элементы, к которым придраться можно, они есть. Вот в целом, когда ты трогаешь, да, вот автомобиль, талькантара, черная дверь, вот она тяжелая, ты чувствуешь качество отделочных материалов. Ну, классная тачка. Тем более, ты знаешь, как она едет, как она держит дорогу, как в ней комфортно всем спереди, сзади. Третий ряд, это для меня всегда как бы такая игрушка, но тем не менее, маленьким детям, там, 5-6 лет, им наверняка там будет весело и интересно. И таким образом ты понимаешь то, что вот она машина за 180 тысяч баксов. Знаете, сколько эта машина бы стоила в России на момент 2019 года, пока пандемия началась? Ведь именно с нее начали здесь расти цены, ведь чипов, чипов не хватает, друзья. Машины есть, но чипов нет. Примерно вот такая комплектация, я думаю, ну, короче, бензин 40i от 7 до 8,5, все в зависимости от комплектации. Там 6 попроще, есть побогаче. Здесь же, как я понял, ну, она вот. Пневма есть, вентиляция сидений есть, наверняка массаж есть, короче, все, что хочешь. Панорама, ну, друзья, все самое основное и даже больше здесь есть. Дверь открывается не 90 градусов, но в целом, да, вот так, для посадки. Обратите внимание, у нас есть подножка, она не выдвигается, она статичная. Оп, оп, здесь мы. То есть не хватает ручки какой-то здесь, чтобы хвататься, но в целом переднее сидение настроено под пассажира. То есть вот Леха сейчас ехал. Сзади места полно, пожалуйста. Просто ребенка посадил, раздельный климат-контроль дополнительный. То есть подогревы, температурные режимы, крыша у нас панорамная с вот этой вот подсветкой. То есть в вечернее время автомобиль будет играть красками, как будто ты находишься, вот как хотите, в ночном клубе или в дорогом ресторане, или в классной VIP-лаунж-зоне аэропорта и так далее. Подлокотники, ну и, соответственно, есть возможность у нас поднять третий ряд сидений. Нажимаешь кнопку, когда ты выходишь, у тебя само все отодвигается. Я вам не буду это демонстрировать, потому что ну что нам смотреть, как сидения вперед-назад двигаются. То есть для семьи все продумано. То есть не нужно тебе ничего делать, все сделано, так скажем, на высшем уровне. Поэтому, друзья, что тут еще сказать? Кайфы просто полные. Может быть, может быть, не хватает каких-нибудь мониторов там в виде подголовников, чтобы можно было смотреть там мультики ребенка или там фильм. Ну вот, старая проверенная штука. Зажал планшет и сиди смотри. Тут уже выводы делайте сами. Сам смысл, что посадка удобная. И вот на такой тачке, ну вот, даже не то, что это дальняк, да и по городу, там, в детский сад, в школу. Два года сыну катают, вот его балдеет. Поэтому, друзья, тут, как говорится, не добавить, не убавить. Ну а далее я вам предлагаю познакомиться с владельцем. Вот сейчас, вот сейчас будет интересно. Знакомьтесь, друзья, Алексей. Привет. 33 года. Когда мы познакомились с Лехой, он мне просто написал, говорит, Диман, купил себе тачку, не хочешь ставить на нее обзор? Так и было. Я говорю, конечно, давай, интересно. Приезжает Леха? Да. 33 года, мы ровесники. Говорю, Лех, давай начнем от обратного. Кто ты у нас? Капер, наставник, инфо-цыган. Может быть, ты заработал на крипте. Или у тебя отец губернатор какой-нибудь области. Или, скорее всего, даже может быть депутат, как вы можете написать. Вот поэтому ответь сам на вопрос, откуда у тебя такая тачка? Ведь ты отвечаешь мне, что ты ее купил сам, без помощи родителей, дедушек, бабушек и прочее, прочее, прочее. Есть свой бизнес по наградной продукции. Ну, я тебе рассказывал, то есть делаем награды из стекла, из акрилы, из дерева, то есть разные кубки для разных мероприятий. Спортивные, либо просто какие-то корпоративные мероприятия проходят у людей. То есть они заказывают и делаем. Сейчас как раз идет этот сезон. И этим бизнесом ты сколько лет занимаешься? Вообще в этой сфере я больше 10 лет, но именно сам работаю 3 года. А в штат у тебя какой? До 20 человек. До 20 человек. И это единственное твое направление, которым ты занимаешься, на котором ты зарабатываешь вообще в целом деньги? Да, да. Больше нет доходов никаких. Друзья, вот вы мне иногда говорите, это неправда, это еще что-то. Ты читал комментарии к разным выпускам. Я его сразу предупредил, что Леха, готовься. Тебя в чем-то заподозрят. У меня нет никогда задачи, вот сейчас он говорит, открой телефон, покажи свой сбир, а ну-ка покажи-ка мне выписку. Я не следователь, я не прокурор, мне этим зачем заниматься? Вот есть машина, есть предмет диалога. Я задал человеку вопрос, он ответил. А дальше верите вы ему, не верите, это ваше дело. Здесь прикольнее, это первая машина в твоей жизни. Да, это первая машина. И когда я у нее спрашиваю, а как тебе машина, он говорит, а мне не с чем сравнивать. Как так получилось, что вообще первая тачка в 33 года и x7, да еще за 180 тысяч баксов? Ну сначала вообще раньше не было интереса к автомобилям, то есть там в 25 лет думал, ну зачем она мне. Ну мне пешком неплохо ходится, как бы все есть, там на метро могу доехать. Вот, но потом, когда родился ребенок и пару раз там, постояв с пакетами под дождем, там, ну ожидая такси, как бы задумаешься, блин, лучше в своей машине сидеть и в пробках, да, не париться. Почему не китаец? Ну смотри, первую машину можно было бы купить, там, есть классные китайцы, как минимум, люди, они говорят там, Ли. Слышал вообще про такое? Ли-7, например, вот сейчас хвалят. Воя хвалят. То есть китайцы такие более премиальные. Есть более дешевый, там, Хавал Джулиан, например, друзья, по нарастающим просто говорим. Почему сразу, не херась, за 180 тысяч баксов? Ну, хотелось такое сразу, чтобы была первая машина, она была нормальная. Ну, то есть китайцы, ну, блин, не очень. Ну, а что не очень? Не веришь, не доверяешь, просто китайцы или что? Ну, просто само слово китайцы. Да, я не спорю, есть хорошие машины. И Ли тоже, я вот еду в потоке на Бэхе, да, и проезжает Ли, я смотрю на китайцы, думаю, блин, прикольно, сзади фары прикольные. Но я хочу БМВ, и я ее купил, то есть, ну, другого вообще не рассматривал. Раньше Мерседес нравился, то есть... Который вот сейчас пошел, да? 28 лет, я смотрел, думаю, блин, Мерс, 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 Мерс. Потом начал смотреть Ютуб, обзоры, отзывы о машинах. И все говорят, что машина БМВ, она для водителя. То есть, не для пассажира, больше для водителя. Думаю, блин, ну, почему бы нет? И начал углубляться, рассматривать ее, как свою первую машину. Но сначала хотел купить Х6. Но, посмотрев его вживую в автосалоне, то есть, ну, вообще не впечатлил. Я прям даже расстроился. Но рядом стоял дорестайлинговый Х7. Я к нему подошел и вообще офигел. В душу запал. Я думаю, ну, все, это моя машина, я ее куплю. Ну, и, соответственно, как раз уже был на подходе рестайлинг. Ну, вот за три месяца, что ты ездишь на этой тачке, вот в целом, какие-то косяки. Давай даже хотя бы начнем с них. На что бы ты пожалался на этой машине? Есть какие-то вещи, которые у тебя вызывают вопросы? Вообще нет. То есть, все работает исправно? Все работает, да, ничего не вылетало. Она как приехала, единственное, ну, естественно, CarPlay прошили, чтобы он не вылетал в Москве. Ну, и, в принципе, все. Разгон динамика устраивает? Ну, конечно, это же моя первая машина, то есть, ну, вообще... Жена что говорит? Жена, когда ты выбрал, когда говоришь, все, беру, вот машина приходит, ты подъезжаешь к дому, выходит жена, ребенку сколько лет? Ребенку два. Ну, ребенок пока, мальчик, девочка? Мальчик. Ну, оценят выбор бати по-любому. А жена что сказала? Ну, нравится ей машина, но она особо, как бы, знаешь, ей больше, блин, цвет прикольный там, например. То есть, ну, она внутрянку особо не знает, вот эту всю динамику. Говорит там, не гоняет, прям притормози. То есть, ее это все, ну, не впечатляет. Короче, видите, друзья? Вот, казалось бы, крутая тачка, дорогая тачка, а отзыв человека, как мне кажется, лично я, что слышу, максимально простой. Ты парень, Леха, и просто у тебя такой отзыв, и все, ну, блин, ну, классная тачка, но такого, что да, у меня BMW, а у вас китайцы. Вот в твоем ответе, как минимум, не прослеживается. Это вам, не китаец, ребята, садишься. Вот раньше у них, короче, селектора были такие вот большие, блин, круче было. Ну, как мне кажется, тебе вообще разницы нет? Вообще разницы нет, я же говорю, другого не видел, и, ну, даже не привык к чему-то другому. Пацаны, это просто бэха, я вам серьезно говорю, прям садишься, и ты чувствуешь, она не едет, она плывет, я вам отвечаю, просто, реально, мы плывем сейчас. Вот эта пневма, еще настройка так, что ты просто, друзья, вот, знаете, с одной стороны, можно за негативи сейчас сказать, типа, да ну вас всех в жопу, а с другой стороны, вот он стимул, трудится, зарабатывает, чтобы в один прекрасный день, ты же тоже когда-то, да, думал, что не купишь, а потом такой, а почему не купишь? Да я и мечтать раньше не мог об этом. Вот, а херак, а теперь эта тачка твоя, и в СТС-ке твоя фамилия, блин. Так, я пошел оплачивать, а дальше мы прокатимся, прям с превеликим удовольствием. Обратите внимание, что тачка у нас и с пневмой, есть подруливание задних колес, ну и вообще, в целом, вот, из фишек, которые предлагает автомобиль, какими-то ты, может быть, пользуешься, не знаю, там, автопилот, еще что-то? Автопилот редко, автопилот редко, на самом деле, только, ну, пару раз пробовал в парковках на МКАДе, когда прям жестко все толкались, просто включил, и все. А так, ну, хочу сам ощущать педаль, чтобы, как бы, ну, контролировать машину. Ну, и, в принципе, банально, это, чтобы она сама парковалась. Иногда заезжаю домой на паркинг, просто включаю, она сам паркуется, я еще там, ну, успеваю в телефоне что-то ответить, там, посидеть, и все. А у тебя же прав-то раньше вообще не было, то есть ты совсем недавно тоже права получил? В июле, в июле этого года получил. И в августе машина приходит? Да, то есть я ее заказал еще, знаешь, когда, я ее заказал, оплатил я в феврале, ее искали, наверное, пару недель или больше. В феврале я внес предоплату, вот, и ждал ее вообще пять месяцев, с февраля ждал, и пошел параллельно учиться на права. То есть я не знал, когда я получу, но я, в принципе, предугадал, думаю, так, я закончу как раз, и машина приедет. В принципе, так и практически получилось, я закончил, и через месяц приехала машина. Короче, какая-то вообще классная, такая вот удивительная история, что, знаешь, в 33 года пошел на права учиться, там машина пришла. А вот когда ты получаешь машину, у тебя права есть, то есть ты садишься, ну, знаешь, я лично вспоминаю себя, когда у меня были права. Ну, первые дни так немножко боязно на дороге, а это я еще в области ездил, где машин мало, а тут Москва, постоянно движение, как вообще? Быстро привык к габаритам машину. Мне ее привезли в Химке, я позвонил инструктору, с кем я ездил, я говорю, давай машину заберем. Ну, потому что, по первости, я тоже не хотел один ездить, как бы, ну ее нафиг. Вот, он говорит, да без проблем, как бы, мы приехали, забрали ее, сразу поехали, отвезли ее на русификацию, потому что она американская, то есть там ее сразу нам прошили, и первые, наверное, 4 дня я с ним раскатывался. А, то есть ты ездил с тобой инструктора? Да, да. Ну, он, в принципе, рядом сидел, там где-то что-то подсказывал, но, в принципе, ну, как бы, страхово было, да, потому что машина дорогая, машина большая, я еще к этим габаритам не привык, обучался вообще на маленькой купешке, да, чуть ли не как Део Матист, блин. И все, и 4 дня поездил, я понимаю, что, ну, в принципе, я сам могу, как бы, дальше ездить, ну, потому что он сидит, просто история мне рассказывает, и особо, ну, пользы нету, да, и все, я говорю, как бы, окей. И инструктор сидит, знаешь, он это такой, кофейкуй себе взял, нормально, нормально, двигаемся, Ильех, историю, что, вы к седьмому, тепло, хорошо, просторно. Не, ну, за это я деньги еще ему платил. Еще и деньги, он работает, ну, этот кайф, блин. Слушай, не появилось желание куда-нибудь, знаешь, на дальничок, ты вообще сам из какого города? Из Ульяновска. Из Ульяновска, то есть, коренной житель Ульяновска? Да. В каком году ты в Москву переезжаешь? 2012. А квартиру купил уже себе? То есть, не арендное жилье, ничего? Ну, что, бизнес-класс пойдет у тебя какой-нибудь, нет? Нет, обычная квартира, двушка, 72 квадрата в коммунарке. В коммунарке, но в новом доме, да, я так понял? Да, да. Ну, вот тебе сейчас пацаны напишут, типа, ну, и нахрена ж такое надо, у тебя двушка, ребенок, надо было не машину покупать, а квартиру, там, трехкомнатную, четырехкомнатную, что скажешь? Все впереди еще. А, ну, понятно, купим, друзья. Не, ну, не все сразу, сначала, я когда переехал, то есть, начали появляться, как бы, деньги, там, откладывать что-то, я матери говорю, мам, все, я хочу тачку купить. Она говорит, ты что, какая машина, давай квартиру, думаю, блин, я говорю, все, сейчас квартиру, говорю, купим, и все, и буду на машину копить. Вот, ну, короче, квартиру ты купил, и вот на машину долгов, я так понял, у тебя нету? Нету, нету. Не хочешь взять? Зачем? Кредит, под ставочку 20%, мне на днях приходит смс, Дмитрий Андреевич, возьмите кредит, ставка 24%, 500 тысяч рублей, очень выгодно, ждем вас, я говорю, спасибо большое на сегодня, я к вам не приду. А нет желания куда-нибудь поехать, на вернячок, там, в Ульяновск, или уже ездил? Ездил в Ульяновск в октябре, по платной дороге, как раз недавно открыли, которая М12 вроде бы, да, 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 вообще шикарно. С семьей? Да, с ребенком, да. Когда приехал? В Брязань ездил на ней. А, ну, короче, по всем маршрутам, куда мы ездим, видите, у нас со всеми героями выпуска всегда есть что-то общее, какие-то маршруты, какие-то общие темы и так далее. А когда приехал в Ульяновск, пацанов встретил своих, правильно? Ну, вот так вот было? Здорово! Здорово! Я тебе скажу так, что в Ульяновске такой автомобиль, это прям, ну, я думаю, даже он там... Еще с таким номером. Да, он даже там, наверное, не появится в ближайшие, там, не знаю, несколько лет. Если появится, возможно, проездом. Ну, фотографировались, мы пошли в парк гулять с ребенком, то есть там стоим, я смотрю, пацаны идут, и такие, говорят, подойди, 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 и сфоткаю меня, и они, давай фотографироваться. Потом к магазину приехали, что-то там, пятерочку, да, закупились там продуктами, и мне племянница присылает фотографию. Фотографию, как ее знакомый сфотографировал с машиной и выложил себе в контакт. Ну, то есть это диковина там. То есть это, знаешь, это на самом деле, в этом есть более глубокий смысл, в том плане, что машины на сегодня стали не средством передвижения, машины на сегодня стали роскошью, самой настоящей. Вот эта машина для Америки, если кто-то вдруг не знал, эта машина, можно сказать, для домохозяек, для семей. Я смотрю различные видеоблоги, люди рассказывают, берут там два-три ребенка в школы, в детские сады и так далее. То есть в ней чего-то прям вау нет, потому что есть более там премиальные машины, которые именно как роскошь идут. А это просто большая комфортная машина. А в наших реалиях, если мы говорим не про Москву, в Москве, да, ну классно, но никого ты ей не удивишь. То есть посмотрят, ну, и к 7, и к 7. А вот по регионам, когда ты проедешь, да ты что, ни хрена себе, это, конечно, это, ну, это, друзья, это дом на колесах, это квартира, это квартира трехкомнатная, плюс машина какая-нибудь типа Тойоты и еще деньги на лет 10 жизни. Это вот примерно такие могут быть разговоры. Поэтому тачка, ну классная. Я вот искренне только могу порадоваться за тебя. Спасибо. Что ты кайфуешь на этой машине, потому что вот мне цвет тоже нравится, прикольный. Да, цвет ее родной, вот, и американец ее закатал в прозрачную матовую пленку. То есть если открыть, посмотреть дверной проем, он соответствует этому цвету. Ну да, он как бы это, чуть-чуть изюминки даже немножко продает, потому что он такой более матовый цвет получается. Классно. Ну и что, какие планы? Как бы, понятное дело, что машина свежая, новая. Как думаешь, лет на 5, на 10, на сколько, или как пойдет? На 5 вряд ли, но 3 года точно. А что, потом будешь думать, что скинешь? Ну я посмотрю, что дальше будет. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии ЮЭС. Ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того, чтобы подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к ЮЭС как со своим номером, так и приобрести новый. Будь то мобильный, региональный или федеральный. 8 800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие. А многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег. Но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у ЮЭС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию от специалиста ЮЭС по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье. Вот действительно, что значит хорошее. Смотрите, очень комфортное сидение. Действительно. Это просто отдельный вопрос к этим сидениям. Как они такое делают? Проекция классная, не перегружена. Вот прям едешь, все что нужно, оно у тебя перед глазами. Всякие штучки, такие тонкости. Я понимаю, что это не новое для BMW. И на других автомобилях такое тоже встречается. Но, например, я сел, он аккуратненько ремень безопасности дотянул. Двойные стеклопакеты. Они потихоньку всяк плавненько закрываются. То есть все говорит мне о том, что я сижу в дорогой, комфортной машине, что мне торопиться точно никуда не нужно. Но при этом я понимаю, что у меня под ногой педаль газа, дав на которую мы уверенно и стремительно разгонимся. Едем мы в комфортном режиме. Я даже не буду ставить никакие спорты. Я не буду пытаться из машины выжимать. Потому что я лично сам это не люблю. Я не считаю, что в городе вообще есть смысл пытаться разогнаться. Там говорить вам, ого, как она едет. Она едет классно. В ней вот, кайф. В баньку бы сейчас, отвечаю, вот просто в баньку, в сандуночке подъехать, с венечками попариться, выйти. Ну и потом отдыхать или на работу. Ну или точнее, наверное, после работы. Первые эмоции. Ты садишься, когда без инструктора один на машине и поехал. Как вообще? Мандраж, естественно. Переживания были? Да. Ну, во-первых, каски еще не было, когда я без инструктора сел. То есть она была вообще там, ну, естественно, без каски, ну и без инструктора, скажем так. Мы передвигаемся с вами сейчас по знакомому для меня маршруту. Здесь в целом дорога и так хорошая, но есть швы различные. То есть я эту дорогу знаю. Реально, подвеска, вопросов нет. Несмотря на то, что мы едем на 22-х колесах, там, зимняя резина, она, как правило, пожестче, нежели чем летняя. Но к машине вот в этом плане вопросов вообще ноль. При этом 50, там, газку чуть притопил, она у тебя раз, корма, скажем так, как на яхте, говоря, да, приподнялась на лодочке и поехал. И приятный этот звук просто бензинового мотора, да, в целом. И дизелек он тоже на скорости уже звучит всегда тоже приятно. То есть вот не добавить, не убавить машину, ну, действительно, ну, я не знаю, что еще можно от нее желать. Бауэрс и Вилкинс и в моем лишь понимании, что вот, хорош, все, больше не надо дисплеев. Вот этого достаточно. И еще третий. Потом вместо зеркал дисплей, ну, не надо, все. Уже хочется, чтобы вот оставались кнопки, чтобы какое-то физическое взаимодействие с автомобилем все равно оставалось. А когда сделаю так, что как вот планшеты больше ничего, ну, мне кажется, это уже лишнее. Руль классный. Вообще, вот это комплектация, чтобы ты понимал, М-пакет. Вот кто Бэхи любит, они все будут за них гнаться. Есть обычные комплектации без М-пакета, они бывают даже подороже. Но с М, вот я, например, только с М-пакетом хочу комплектацию, без, нафиг не нужно. Прямой участок с ракушечкой в газку в пол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 90, друзья. Ну, здесь все, что нужно. Я бы не сказал, что это прям, знаете, ураган с точки зрения того, что сегодня динамика у автомобиля есть 2 секунды до 100. 3 секунды. Вот, китайцы лупят по полной программе. Ну, здесь вот с точки зрения города ты звук вот этот приятный слышишь. И динамик у тебя хороший. Автомобиль просто так вот настроен, что он у тебя приподнимается мордочка. И полетела, полетела. В этом плане ты просто получаешь приятное удовольствие. Но я вас всех призываю, вот искренне, соблюдайте дистанцию, соблюдайте правила дорожного движения. Гонки ваши, вот эти перестроения, они никому не нужны. Если вам кажется, что вы выглядите в потоке как крутой парень, вы выглядите как дурак. И весь поток от вас только шарахаться готов. Поэтому вот, самое лучшее. Ну, в горочку чуть я притопил. Маленько, маленько прям. Вот именно хорошее слово маленько. Малек. Все, ты уже в потоке. Включаем режим спорт. Сразу автоматически пневма начинает опускаться. Машина становится немножко так пожестче, поострее руль. Сейчас мы это с вами, собственно, и проверим. Просто незамысловатым способом. Не, ну она прям, знаете, вот до этого мы ехали, она такая была более валкая. А сейчас она, ну, прям действительно острее. Самое простое слово, здесь даже не нужно быть красноречивым. Одно слово подходит. Острое управление руля. И сразу машина такая более собранная. Динамики он придает, но это там доли секунды. Есть у нас интересная рубрика, мнение оператора, которого обычно никто не спрашивает. Вот мы прокатились на автомобиле, посидели внутри, посмотрели его по кругу. Что скажешь, как тебе тачка? Так, всем привет. Ну, соответственно, я скажу, что очень понравилось. Могу сразу кратко и ясно сказать, что понравилось, что нет. Говори. Понравилась машина за удобство, за комфорт, за плавность хода. Визуально очень нравится цвет и очень нравятся колеса. Я прям стою, снимаю и постоянно на них смотрю. Вот. Не нравится попа машины, не нравится, потому что как будто обрубленная, с учетом того, что слишком большой перед, а попа обрубленная. Но сама машина как паркетник, господи. Обожаю паркетники, поэтому это огромный лайк, плюс, не знаю, как угодно. Панорамная крыша это тоже плюс, мне это очень нравится. Тем более, я как пассажир люблю панорамные крыши. Так, ну, третий ряд, не знаю, кому это нужно, мне не очень. А в целом, в целом очень хорошее. Ну, наверное, больше того, что мы привыкли, что это немец и это надежность. Все равно, как ни крути, вот сравнивая с китайцами, первое, что приходит в голову, так, немец, это, конечно же, лучше. Я бы тоже выбрала, конечно, немцу. Вот такой у нас получился сегодня выпуск. Душевный, хороший, приятный обзорчик BMW X7 40i из Америки за 180 тысяч долларов. Я надеюсь, этот ролик большей частью из вас будет воспринят как мотивационный. Человек изначально тоже не думал, что когда-то у него будет такая машина, да еще и по такой цене. Ну, вот она стоит, он катается. Нам остается лишь порадоваться за него. И не забывайте, что все в наших руках. Он и другие люди ничем от нас не отличаются. Точно так же две ноги, две руки, одна голова. И поэтому трудитесь, ищите новые способы заработка, чтобы у всех у нас потом во дворах стояли только вот подобные автомобили. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь на телеграм-канала. Активная ссылочка ждет вас в комментарии, в первом закрепленном комментарии. Ставьте лайк, пишите ваше мнение. До новых встреч всем. Пока. Пока.